От вас я передаю слово обратно Нарине для того, чтобы она представила свой доклад «Подводные камни» в образе Хариты Игнатьевны в пьесе Островского «Беспредальница». Пожалуйста, Нарине, вам слово. Спасибо, спасибо за возможность выступить. Господа, прежде чем разбить мысль, я сразу скажу, о чем он говорит. Очень интересно, как нас поставили друг за другом в тени, потому что очень близко, очень перекликаем. Так вот, анонсирую, раскрыв вот эту, откинув вуаль, фразу «Подводных камней», мы будем говорить о том, что Харита Игнатьевна Абдалова просит. Итак, ссылаться я буду на фразы из текста, собственно, Островского. Но поскольку, начнем, конечно, с общих фраз, поскольку наша конференция называется, мы будем сейчас говорить о том, как интерпретируется классика в современном мире или в каждую эпоху. То есть, фактически, смотрите, мы живем во время, когда существуют зафиксированные литературные источники, но очень часто мы судим у них по экранизациям или реже по сценическим постановкам, в основном по экранизациям. И в данном случае экранизации, они выступают как в устном народном творчестве, когда у каждого сказителя есть своя версия эпоха. Чем известнее сказитель, тем больше влияние конкретно у его версии. И у современного россиянина, жителя постсоветского пространства, впечатление о пьесе «Беспредальница», оно в основном сформировано, конечно, экранизацией 1984 года Рязанова. Это двухсередный фильм «Жестокий роман». Основная идея, ну, основная идея, к которой озвучена была и ранее советскими критиками, она в том, что трагедия «Беспредальницы» в отсутствии приданной. И что если бы у Ларисы было приданное, тогда бы ее судьба сложилась по другому, если бы жестокий капитализм не заставил прекрасного человека, в тексте мы видим, что он профессиональный преступник на самом деле, Паратова вынудила его пойти на враг с богатой невестой, то они были бы, конечно, сейчас не так. У Рязанова мы видим, мы не видим персонажей Островского в интерпретации Рязанова, мы видим советских людей, потому что там Харита Игнатьевна, это благородная, институтная женщина, которая, если и предпринимает какие-то аферы, если и пытается перепродать трижды брошь для дочери, то она это делает исключительно жертвуя собой, во благо она исключительно защищает своих детей. И так, я сейчас не буду проходить по другим персонажам, только скажу, что Паратов изображает у Рязанова такую любовь, у него такие мокрые глаза, ну, это все, конечно, очень большое отхождение от литературного источника. Так, можем ли мы посмотреть, и могу ли я сейчас переключить? А, нет, да? Ну, хорошо, ладно, тогда ограничимся, собственно, я тогда перейду к докладу. Произведения Островского называли устаревшими еще при его жизни, называют их устаревшими и теперь, но это, конечно, не так. Харита Агудалова, по моему убеждению, владела профессией, о которой не принято говорить в приличном обществе, и, скорее всего, ее брак стал результатом ловкой аферы. Но почему же в пьесе фамилия Агудаловых называется «Приличный», а народ ее занятий не в прямых указаниях? Агудалова, она по мужу, о девичестве Хариты Игнатьевны ничего не сказано, и купец Кнуров называет приличной не ее, а фамилию в тексте. Что же касается сомнительности самой Хариты Игнатьевны, то есть и есть на этом множество иных указаний. Мы их не видим, потому что наше восприятие затуманено в прекрасной экранизации 1984 года, в которой Агудалова представляется страдающей жертвой на интеллигенции, а не хитрой и изворотливой страны. Я напомню эпизод, когда она предлагает, уже в третий раз продает эту брошь Кнурову, берет деньги, плачет, прячет их в комод, а потом подходит к Анастасу, крестится, ведь, простите, господи, не для себя стараюсь. В пьесе этого, конечно, нет. Так, диалоги Островского в этом фильме аккуратно сокращены. Казалось бы, мелочь, сценарная необходимость, но смысл утрачить, если не скажу. В экранизации же 1936 года Харита Игнатьевна хитрая аферистка. Она учит Ларису кокетству и поведению неподходящему приличной барышне. Трагедию Ларисы советские критики объясняли отсутствием преданного. Между тем, в пьесе прямо говорится, что это, как минимум, не единственная причина. Разберем текст пьесы с самого начала. Итак, действующие лица. Харита Игнатьевна... Сейчас, как у Островского. Харита Игнатьевна Агудалова. Седова средних лет, одета изящей, но смело и непонятанной. Что значит одета смело? Харита Игнатьевна носит рыцарские доспехи и клоунский колбак. Скорее, нет. Для 19 века это означает, что она одета слишком откровенно. Декальтирована сверх мерой, оголяется плечи. Это тоже неприлично считалось. Также прошу заметить, что в списке Островского именно Харита, а не Ларис, стоит первый. В списке действующих лиц. Это вообще, перечисляя действующих лиц, их упоминают по важности в повествовании. Мы видим, что первый стоит Харита, и, скорее всего, это не дань уважения ее возрасту. Рассмотрим диалог Кнурова и Вожеватова в начале пьесы. Вожеватов, какая уж пара, да что же делать, где взять женихов-то? Ведь она бесприданница. Кнуров, бесприданницы-то и находят женихов хороших. Вожеватов, не то время, среди женихов было много, так и на бесприданниц хватало. А теперь женихов самый обрез, сколько приданных, столько и женихов. Лишних нет, бесприданницам и не хватает. Разве бы Харита Игнатьевна отдала за Караншева, как бы лучше были? Ой-ка, женщина. Она должна быть не русская. Кнуров, отчего? Вожеватов. Уж больно проворно. Здесь я немножечко отступлю. Когда я обсуждала это со своими френдами в Фейсбуке, пришла Лелит Мазикина, исследователь цыганской культуры, и сказала, что существует... Я просто не успела изучить эти материалы, что, оказывается, существует такое предположение, что Харита Игнатьевна была цыганкой. Но она может быть здесь кем угодно, если говорится, что она тут не русская. Потому что, в принципе, возможно, это была какая-то эмигрантка откуда угодно, которая в молодости была красива и каким-то образом сумела за счет своей красоты вступить в выгодный брак. Так, Кнуров, как она оплошала? А Гудаловы все-таки фамилия порядочная. И вдруг за какого-то каратыша. Да с ее-то ловкостью всегда полон дом холостых. Ездить к ней все... Ездить к ней все едет, потому что весело очень. Барышня хорошенькая играет на разных инструментах, поет, обращение свободное. Оно-то и тянет. Ну а жениться надо подумавши. Едет к Гудаловым наслаждаться красотой Ларисы. Тут еще важная фраза. Обхождение свободное. Возможно, Лариса ведет себя не так, как большинство девушек этого круга. Кстати, в экранизации 1936 года этому уделено очень большое внимание. Потому что показано, как Харита Игнатьевна учит Ларису кокетствую. Далее купцы обсуждают, что Агудалова выдала замуж двух сестер Ларисы. Одну за кавказского князька, другую за иностранца, который оказался с Шубером. То есть Агудалова не могла, не смогла выдавать дочерей замуж в своем кругу. И мы уже говорили, что возможно не только из-за преданного. То есть это приходят люди откуда-то, видят красавиц и забирают их. Вот так она их выдает замуж. В одном случае это кавказский князек, предполагается, видимо, что он богат, и она выгодно отдаёт. Во втором случае это иностранец, который оказался с Шубером. Скорее всего, он швырялся с деньгами. И опять-таки, видимо, для Харита Игнатьева это был такой выгодный брак. Да, Нурок спрашивает, откуда Агудалова берёт следствия на свои приёмы? Воживатых. Жених ей платится. Как кому понравилась дочка, так и раскошеливает. Потом на приданное возьмёт жениха, а приданного не спрашивает Кнуров. Ну, думаю, ни одни женихи платятся. А и вам, например, частное посещение этого семейства недёжево обходится. То есть Агудалова собирает с них дань. О чём это говорит? О том, что, понимаете, она профессионально обучена вот этому искусству вымогательства. Она умеет их заставить это сделать. Воживатых прижимит. Жениться не собирается, но платит за посещение дома Агудаловой. Моё предположение, что его притягивает атмосфера праздника. Не будем забывать, что это середина 19 века и развлечений не так много, как у нас. Поэтому нам немного трудно понять, за что же ему платить. Оказалось, создайте праздник там. Но нет. Воживатов. У них дома на базар похоже. Кнуров. Ну что хорошего? Тот лезет к Ларисе Дмитриевне с комплиментами, другой с нежностями. Так и жужжат, не даёт с ней слова сказать. Приятно с ней одной чаще видеться, без помехи. То есть, смотрите, в экранизации 1936 года мы видим, что в доме ровесники Харита Игнатьевны, какие-то попы, какие-то взрослые дамы с пыльками на голове. Но и все, то есть, какие-то как бы её друзья. Но здесь мы видим по тексту, что, скорее всего, дом на самом деле полон какими-то молодыми мужчинами. И ведут они себя экзальтированно. Это немножечко всё выглядит неприлично. Это не классический приём в хорошем доме. Так, приятно с ней одной видеться без помехи. Вожеватов, жениться надо, Кнуров жениться, не всякому можно, да не всякие захочешь. Вот я, например, женатый. Ой, суки, так они освоён. Так, и Вожеватов говорит, не таких правил люди. Мало ли случаев-то было. Да вот не польстились, это о женихах, хоть за Карамдышева да замуж. Так, о чём он говорит? Не польстились, хоть за Карамдышева замуж. Не о предложениях ли о содержании. Приличной девушке из семьи хорошего круга не предстало уметь хоккетничать. Это считалось неприличным. А Гудалова учит дочь именно вот такому немного, ну, развязанному для нас, конечно, это не развязанно, а для тех времён это было просто за гранью, такое открытое кокетство. То есть фактически такое впечатление, что она сознательно готовит её идти по этому пути. А Лариса этого не хочет, и она заявляет о своём намерении выйти замуж. И вот как раз приходит Карамдышев. Хорошо бы с такой барышней да в Париж прокатиться, на выставку. Ну, далее они обсуждают, как бы им... как было бы это прекрасно. И Гнуров, старший купец, спрашивает младшего купца, почему же он не воплощает эту свою мысль. И здесь очень интересно. Да где мне? Я простоват на такие дела. Смелости у меня с женщинами нет. Воспитание, знаете ли, уже очень рабственное, патриархальное получил. Но при этом Выживатов, это, конечно, очень смешно в наши дни, портит Ларису. В чём моя близость? Лишний стаканчик шампанского потихоньку от матери налью, песенку выучу, романы вожу, каких девушкам читать не дают. Что за песенкам он её учит? Вот тем самым, о котором только что говорил и Ксения. Это песенки неприличные. Конечно, в их тексте мы ничего неприличного не увидим, но это песенки с тревольным намёком. Или, может быть, с более открытым текстом. Так, романы он приводит, которые девушкам читать не дают. Если нам удастся показать экран, я вам покажу этот эпизод из фильма 36-го года, какие романы он ей даёт. То есть он её, с приличной девушкой он бы так себя не вёл. И дело не в том, что она бесприданница. Кнуров говорит, развращайте понемножку. Да мне что? Я ведь насильно не навязываю. Что же мне об её нравственности заботится? Я ей не опекун. То есть у Выживатова вот такое отношение. У него жена или святая, или он ей романы французские даёт. Кнуров, я всё удивляюсь. Неужели у Ларисы виден у кого-то на Карандашева? Так, давайте всё пропустим. Так, да. Не глупа Лариса, хитрости нет. Не в матушку. У ней вся хитрость и лесть, а это, в общем, она слишком откровенна и говорит правду. Правду о бесприданницам так нельзя. Кому расположено, нисколько этого не скрывает. То есть для того, чтобы тебя взяли замуж, ну, без приданного надо было показать такую дисциплину и отсутствие вот этой игривости. Она должна вести себя сдержанно, чтобы показывать добродетель. Для добропорядочной женщины выражать осведомлённость об искусстве флирта было предосудительным. В то время как профессионалки обучались этому специально. В экранизации 36-го года Харита учит Ларису телеться щекой о щёку выживатого. Это совершенно недопустимо для барышни, но нормально для профессионалки. Это, кстати, есть в сексе. Так, очень интересный разговор у Ларисы с Карандышевым. Карандышев, нельзя же терпеть того, что у вас до сих пор было. Лариса, у нас ничего дурного не было. Был цыганский табор. Вот что было. Ну что ж, может быть и цыганский табор, только в нём было по крайней мере весело. За что вы меня попрекаете этим табором? Разве для самой такая жизнь? Разве мне самой такая жизнь нравилась? Мне было приказано. Так нужно было маменьке. Значит, волей или неволей я должна была вести такую жизнь. Колодь беспрестанно мне глаза цыганской жизни глупо или безжалостно. Нам это объясняли так, что Харита Игнатиевна изо всех, чем пытается выбить замуж Ларису. Но я в этом тексте вижу что-то другое. Я вижу, что она её готовила не к браку. Она её готовила явно к чему-то другому. И Лариса, которая стяготится этим, она об этом говорит как о каком-то насилии над собой. Далее. Когда Паратов узнаёт о том, что Лариса выходит замуж. Я бы чуть не женился на Ларисе. Вот бы людей-то насмешил. Разыграл было дурака. Но жениться на беспреданницу не значит насмешить людей. А вот жениться на дочери сомнительной дамы – да. Кнуров. Значит, сцена, она очень длинная, я не буду её зачитывать, просто в двух словах о чём тут речь. Кнуров, богатый старый купец, ну, мужчина зрелых лет на самом деле, он не такой уж и старый, он приходит к матери Ларисы, Кагудаловой, и говорит ей, что вы хотите выдать замуж Ларису. То есть, разговор выглядит их очень прилично. Но на самом деле, что я вижу в этом диалоге, он вот так завуалированно совершает Сагудаловый сговор. Он фактически, когда он говорит, что вот хорошо бы нашёлся бы какой-то сам богатый человек, который бы, хорошо бы, если бы Лариса ушла от мужа, вернулась бы к вам, и может быть, тогда явился бы такой богатый человек, который бы о ней позаботился. Фактически он не напрямую, но делает матери предложение, что устройте-ка Харита Игнатьевна так, чтобы Лариса ушла потом от Карандашева к вам, и тогда я её заберу, и будет у вас нормальное финансовое обеспечение. Именно поэтому Харита Игнатьевна, а ведь она должна была лечь кости, чтобы Лариса не покинула дом Паратовым, она же прекрасно понимала последствия. Но она так, ради проформы, она попыталась её остановить, но особых препятствий чинить не стала. Она не стала остановить, Лариса попросила её остановить Паратова, когда он спаивал Карандашева. Она и этого не сделала. То есть фактически мы видим, как на втором плане действия, как об этом не говорится открыто, но фактически Лариса Игнатьевна продала Ларису вот этому богатому купцу. И я не думаю, что дама, выросшая в дворянской семье или в купеческой семье, получившая домашнее воспитание, вела бы себя вот таким образом. Так себя могла вести женщина, подготовленная к этому, как-то ранее обученная и сама вышедшая замуж примерно таким же способом. Да, кстати, вот ты поблагодари Васюше, к нему на ухо, благодарю, и к Нурову тоже, а к Нурову за что? Уж так надо, я знаю за что. Агудалова продала, дважды продала одно и то же, один и тот же подарок для Ларисы, собрав не будут деньги с разных лет. Вот, ну, я вижу, что уже очень длинно, да, наверное, получилось. Давайте тогда закончим. Я оборву, потому что основное, я бы, в общем-то, сказала, просто мусью по древу размазываться. Вот, все, спасибо, пожалуйста. Спасибо, Нарина. Ну, конечно, у меня, естественным образом, есть к вам вопросы, да, потому что было очень сильное начало. Все-таки, как говорится, семантика определенных слов, она подразумевает полное наполнение их, да, смысловым-то звучанием. Вот вы начали свой доклад таким тезисом, что Харита Игнатьевна проститутка. Но, честно говоря, анализом текста я не вижу, чтобы вы это доказали. Потому что, ну, проститутка – это совершенно понятное нам слово, продажи за деньги, совершенно действительно профессиональное. Другое дело – институт содержанок. Это разные вещи, как ни... Вы знаете, одно и то же уровень. Нет, это мы можем, мы можем с вами, да, давать характеристики, что это одно и то же, а еще то же самое, когда выходит замуж за богатых, это домашняя проституция и так далее. Мы можем давать разные, совершенно разные, совершенно свои оценочные, да, здесь какие-то градации. Но есть у нас все-таки семантика словарная, и от этого никуда не деться, поэтому я бы внесла это уточнение. Да, она действительно совершенно чутко, по тексту мы, вы это доказали, готовит Ларису к возможной, да, если не получится иначе, если не получится так, как у нее в свое время получилось, удачно все-таки, да, выйти замуж, готовит ее к судьбе содержанки. И это при их заложенном доме, наверное, для Хариты Игнатьевны, как женщины практической, хороший выход из положения. Мы видим всю эту прагматику, да, и то, что... Но то, что Лариса ей сопротивляется, это тоже очевидно достаточно по тексту, потому что на тот столбик, как говорится, достаточно вольного поведения Ларисы мы можем, конечно же, точно такой же найти столбик других качеств героини, других ее жестов и манер, которые нам скажут о том, что, возможно, здесь речь идет не о распущенности, а о как раз некоторой экзальтированности Ларисы, которая там бросается, например, вслед за Паратовым, хотя это все тоже очень неприлично, на вокзал, и об этом потом говорят шепотком. Но, с другой стороны, вот понимаете, я бы не привлекала, собственно говоря, кинематограф здесь для доказательства идеи Островского. Почему? Потому что кинематограф очень часто видит то, чего в тексте нет. Понятное дело, если мы возьмем экранизацию Рязанова, то вот эти слова Ларисы Агудаловой, что ж вы молчали, это безбожно, безбожно, я бы применила к, собственно говоря, версии самой сюжета, да, потому что нет у Островского никаких кустов, где пребывала Лариса, а само то, что она поехала, будучи невестой, в компании мужчин на такую прогулку, это уже слома ее реноме, да. Дело не в том, что она где-то уединилась с Паратовым, да. Здесь нет этого значения, ни в тексте, ни в контексте у Островского, да. А если мы посмотрим экранизацию, например, Владимира Барского, героя нашего времени, мы увидим, что там княжна Мэрия беседует мило с Печориным в беседке, они выходят, и она, беря его под руку, вдруг прижимается к его руке грудью, и Печорин заработала. Это восприятие 20-30-х годов сюжетов классической русской литературы, да, это тоже 26-й год, например. Но если мы посмотрим, например, экранизацию Худякова, беспреданец 70-х годов, 74-й, по-моему, там Хариба Игнатьевна играет Вера Капустина, это вообще совершенно типаж, и она по-другому интерпретирует, да. То есть здесь это подвижки интерпретации. Но что мы можем литературически из этого выжать? Ну, я бы обратила ваше внимание на статью Светланы Владимировны Молчановой «Оразумление жизни». Она вышла в ее сборнике о «Таинстве слова» в издательстве литературного института. Светлана Владимировна работала огромное количество лет в нашем институте. Вот и у нее, кстати, там есть очень интересное размышление как раз о семантике фамилии Агудалова, да, потому что здесь не только ими играет свою роль, но и фамилия. Она рассматривает иронию по отношению к фамилии Агудалова еще и в семантическом значении. Агудать – это значит обмануть, облапошить. И здесь оказывается, что и сама фамилия, на самом деле, которая наделяет Островский семью Агудаловых, тоже, конечно же, значимая. Точно так же, как фамилия Карандышев. Да, Карандыш – это же не от карандаша, это Карандыш низкорослый, мелкий, да, вот по своему типажу человек, по своим физическим качествам, недоросток, да. И вот здесь то, что Лариса идет замуж за недоростка, это такое внедрение, опять же-таки, фольклорной линии, есть песня такая замечательная, народная, «Дает меня маменька за тобой детинку недоростка, как я с недоростком буду жить», ну и так далее. Но здесь мы видим, что Островский-то создает, как ни крути, оксюморон в том, как он называет свою героиню, она Лариса, «Чайка», это семантика полета, да, и с другой стороны, это фамилия Агудалова, которая тянет ее к земле. И в Ларисе это тоже в финале проявляется. Безусловно, она тоже собирается, она думает, что у нее тоже есть козырная карта, ее жертвенная любовь. Но с такими, как Паратов и Выживатов, эти козырные карты не работают, потому что у них всегда есть свой козырь в кармане. Но тут я вынуждена, поскольку невозможно дольше об этом говорить, отсылаю вас, хоть это не скромно к своей статье «Шекспировские мотивы сорокового опуса», которая была некоторое количество времени назад опубликована в вопросах литературы, там есть как раз эпизод и об этой проблематике. То есть, ну вот единственное, о чем я здесь говорю, то, что, конечно, терминологически, это первое знаковое слово, несколько мне все-таки кажется сказанным, ну, может быть, слишком резко. Позволите ответить, я постараюсь. А, конечно. Что касается термина, я ни в коем случае не имела в виду нравственный облик, я имела в виду конкретные профессиональные качества. Дело в том, что мне так уж получилось, что мне какое-то время удалось немножечко исследовать этот вопрос, так сказать, непосредственно с носителями специальности. В чем тут дело? Конечно, как и в литературе, как и в живописи, как и, я не знаю, в строительстве, существуют разные уровни мастерства. Но суть остается одной и той же, в том смысле, что и маляр, и донатри, Рафаэль имеют дело с красками, просто каждый в меру своих способностей. И, там, я не знаю, музыканты, там, скажем, может быть, Бетховен, а может быть, кто-то, кто просто исполняет. Но они оба имеют отношение к музыке. Да? И вопрос в том, насколько они владеют профессией, но суть остается той же. Я к чему? Такое долгое отступление. Дело в том, что у представительницы профессии от низкого уровня до самого высокого мастерства существует, что они изучают? Они изучают механизмы, которые приводят партнеров в экстатическое состояние. Кто-то умеет это делать взглядом и словом, кто-то умеет это делать более грубо, но суть остается той же. Кроме этого, у данных специалистов есть еще вторая линия. Я была очень удивленна, когда мне это объяснили исследователи, что оказывается, есть еще вторая сторона, о которой очень редко говорят. Это искусство выжать максимальное количество материальных благ. Ну, это понятно. Оппоненты. Но так этому учат, это профессия, то есть есть метод научный. Это часть работы. Это понятно. Ну, понимаете, в контексте Островского, что у нас? Вот сразу можно на другую чашу весов положить. Да, Вживатов развращает Ларису. А почему тогда потихонечку от матери? Да, потихонечку, чтобы она не видела. То есть Вживатов понимает, что если Харита Игнатьевна увидит, хо-хо, ему не поздоровится. А почему ему не поздоровится? А почему ему не поздоровится? Да, не потому, что Харита Игнатьевна чему-то вот как раз собирается. Может, она бы похвалила его тогда. И вот вы, например, интерпретируете «не польстились». Ну, «не польстились» это к кому относится? Вы относитесь к женихам, да? А это же, вот на мой взгляд, это относится как раз к Гудаловым, что они не польстились на вот эти заманчивые предложения денежного обеспечения, да? Хоть за Карандышева, это слова Вживатого, но замуж. Но это решение Ларисы, это решение Ларисы. Другое. Нет, но это было когда-то и решение Хариты Игнатьевны, она все-таки ну, вышла замуж за человека дворянского звания, да? Я тут отвечу, знаете, у Островского был такой друг, армянский драматург, Сундукян, с которыми они общались, обсуждали сюжеты своих произведений, но сейчас я это вспоминаю Сундукяна, потому что они современники и писали об одном и том же слое общества, да? Вот у предпринимателей очень много было тем. Так вот, у Сундукяна есть сюжет с преданницей, где она персонаж второго плана, но она кочует у него из пьесы в пьесу. Значит, там такая ситуация, девочка из мегабедной семьи, просто невообразимой по нищете, но очень красивая. И она выходит замуж без ухищрений, но за очень пожилого вдовца, который взял ее замуж. То есть, там так объясняется так, что она не могла выйти замуж как без преданец за ровесника из мелкопоместных всяких, из предпринимателей мелкого дизатора, что мы говорим. Но очень богатый человек, которому не нужно было никакое британское, а ему нужна была вот эта красота, которая велькала у него перед глазами, вот он на ней женился. То есть, все-таки я, у меня отчетно впечатление, что Харита Игнатьевна производит впечатление недостаточно приличной женщины. И что вот эти, что приемы, которые она у себя дома проводит, они не похожи на обычный прием в доме человека. Еще по поводу фильмов я хочу сказать, что, почему я все-таки обращаю на это внимание, тут есть такое очень важное культурологическое основа. Дело в том, что восприятие мира советского человека и восприятие мира традиционного человека, это разные вещи, я сама росла в традиционной семье и имею о ней, ну, правда, разбавленной интеллигентской цели, вещерной, у меня было такое восприятие, но у меня есть представление, хоть и очень сильно сбитое, о том, как смотрела на мир именно традиционная семья, да, так вот, в 30-е годы это все было понятнее, в 30-е годы, когда снимался первый фильм, ситуация Ларисы была понятнее, потому что эпоха была ближе, мировоззрение этого слоя еще не было размыто идеологией и воспитанием интеллигентским, которое было уже впоследствии, вы посмотрите на персонажа Рязанова, это же не из советского, там даже Карандышев, там вообще непонятно, почему Карандышев плохой, это просто хороший мальчик из нормальной семьи, которого гопники со двора обители, вот от него такого впечатления. Ну понятно, что каждая эпоха свой стиль эпохи, ну скажем так, продуцирует на, да, экстраполирует на экранизацию, но экранизации 20-30-х годов столь же ярко идеологизированные, как и другие, и это даже подчас неумеренное предание пошлому.